всех приветствую на канале andromedia games сегодня расскажу вам о юсб хабе от компании orica который является крупным достаточно брендом по производству электроники всяких аксессуаров в китае и качественные довольно делает устройство не сяоми конечно но где-то близко по качеству очень неплохо обычно у них все прям откровенно провальных вещей чтобы прям отрицательных отзывов было не встречал никогда всегда у компании кто занимается у река их там несколько есть официальный магазин есть еще один похожий у них всех 98 процентов отзывов положительные вот распаковку я вам показывать не буду потому как тут все очень банальный ролик будет кратким до невозможности не знаю что тут можно рассказывать кроме как вот инструкции которые конечно на китайском раз ну-ка но есть и на английском части к нашему с вами сенькс благодарности от у река здесь есть модель vh4p1 материал abs пластик юсб экспенсион хаб внешний юсб хаб он называется модель я вам уже сказал что в нем есть три порта сбоку и один порт с торца грубо говоря есть дополнительное питание если вдруг не хватает питания сюда подключили какой-нибудь жесткий диск крупный подключены если не тянет можно подключить дополнительное питание есть один синий светодиод при обмене данными он не моргает кабель хороший толстый 30 сантиметров весит эта штука всего 50 грамм по он даже с кабелем до 4 порта и юсб 3.0 маркировка на них и один микро юсб для дополнительного питания поддерживает windows mac os и android поддерживается до подключал я его активе боксу на андроиде все это работает на современной приставке нам лоджики процессоры с 905 x2 по моему что еще интересного можно сказать про нее для чего можно использовать ну как обычно если не хватает разъемов скоростных а юсб порт например в ноутбуке один а так очень часто бывает почти во всех топовых как не то было средних дешевых ноутбуках там один порт юсб 3.0 может оказаться особенно позапрошлых поколения включаете эту штуку и не имейте проблем там купили флешку сейчас 128 уже 1000 рублей стоит гигабайт флешка чтобы залить на нее фильмов под завязку на юсб 2.0 вы посидеть успеете поспать пообедать ходить в ресторан а через юсб 3.0 скорость радикально выше так можно закольцевать и носить удобно на предплечье где-нибудь к сожалению как амулет вряд ли только совсем маленькому ребенку подойдет какие еще можно как нунчаками можно отбиваться чего-то вот какие еще применения но как нунчаками недолго придется отбиваться так как корпус довольно хрупенький пластиковые никаких металлических деталей нет можно от комаров наверно только отбиться вот скорости я вот час вам здесь вот табличку выложу какие скорости получились у меня но скажу сразу что флешки что через встроенный порт материнской платы что через эти порты по одному если то практически теряется пару процентов всего скорости если вы воткнете несколько флешек юсб 3.0 скоростных и попытайтесь одновременно из них что-то копировать то скорость как-то рандомно в пропорциях делится по идее она должна в равных долях делиться скорость между всеми портами и приемом на компьютер передачи но я заметил что иногда тот там падает скорость подключаешься четвертому порту эти два могут упасть там процентов на 90 скорость но потом скорость почему-то возрастает и так далее то есть контроллер здесь кстати почти не греется современное устройство никаких проблем перед перед подключением и что очень важно покупаете ноунейм хаб разъемы будут некачественные проработает 3-4 месяца подергать до сюда флешку начнет отваливаться от основной платы с много раз сталкивался все это работает крайне недолго берите базеус орика угут или как-то такие компании которых там 10 тысяч там каждой модели покупки и отзывы 4748 лучше 49 звезд на алиэкспрессе когда покупаете с ними проблем не будет кстати вот такая штука например сейчас можно купить использовал я кстати какая эту штуку с приставкой playstation ps classic вот переизданная первая плойка и вот вставляете и два джойстика сюда флешечку в отдельный порт играете во все порты на всех приставках всех возможных то даже три разум есть такая уже на usb 3.0 якобы портах на самом деле только лапшу на уши повесили и цена там 100 рублей она не может быть usb 3.0 мне кажется ну и при проверке знакомые покупали которым уже доехала говорит что из битрена там на самом деле нет здесь usb 3.0 настоящий здесь все четко все красиво естественно это был разговор о нонеймах вот и все что хотел вам рассказать сегодня на обзоре орика четырех портовой избе хаба всем удачи всем пока подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем удачи всем пока я впитываю с воздухом пыльцу радиацию отложенные датчики дают мне информацию я снова чужом мире явился по заданию пытаюсь пробиваться сквозь враждебные мемас а сила на исходе застыло время вечности но есть еще резерв и он не бесконечен восьмое чудо света теперь мне не поможет и кто придет за мной с меня уже не спросит а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»